Сначала мы поговорим про то, что такое Digital Humanities, какие направления в него входят. Потом поговорим про оцифровку, сохранение и презентацию историко-культурного наследия. Покажу несколько примеров того, где можно найти оцифрованные объекты историко-культурного наследия, где можно найти в цифровом виде исторические источники. И, наконец, мы поговорим о том, какие возможности дают методы Digital Humanities для гуманитарных исследований. Итак, что же такое Digital Humanities? Digital Humanities — это достаточно новое направление. Сам термин появляется в середине 2000-х годов. И есть такой прекрасный сайт, который собрал более 800 определений Digital Humanities. Каждый раз, обновляя его страницу, вы будете получать новое определение. Термину всего около 15 лет. И, соответственно, нет какого-то одного устраивающего всех определения. Да, может быть, это и не нужно на этом этапе, потому что, если такое определение появится, то мы очень сильно сузим область, и это, возможно, затормозит ее развитие. Условно в Digital Humanities можно включить три направления. Во-первых, это цифровые методы в гуманитарных исследованиях. Это все, что связано с аналитикой, с исследованием, с получением нового гуманитарного знания в тех или иных гуманитарных областях истории, лингвистики, филологии, культурологии и других областях гуманитарного знания. Второе, и оно на самом деле неразрывно связано с первым, но, тем не менее, мы выделим его отдельно, это то, что связано с созданием ресурсов для гуманитарных областей, созданием электронных библиотек, виртуальных музеев, электронных архивов, каталогов, с созданием цифровых ресурсов какого-то нового типа, всего, что связано с визуализацией, с сохранением и презентацией историко-культурного наследия в цифровом формате. И, наконец, третье направление, оно не так часто включается в Digital Humanities, но, тем не менее, такие примеры есть, и я здесь его тоже назову. Это направление, которое можно условно назвать цифровой антропологией, цифровой этикой, всем тем, что связано с изучением, с гуманитарным изучением, с гуманитарным осмыслением цифр, цифровых технологий, цифровых сообществ. Про это третье направление я сегодня говорить практически не буду, но здесь я привела их все три, чтобы у вас было представление о Digital Humanities как вот таком новом, достаточно комплексном, с огромным количеством областей внутри себя направлением. Digital Humanities, появившись, сам термин появившись и сформировавшись в начале 2000-х годов, тем не менее, конечно же, это направление имеет достаточно длинные, длительные корни, и берет оно свое начало в середине 20-го века, собственно, с тех самых времен, когда появляются компьютеры. С начала, многие годы используется термин Humanities Computing, просто потому, что в большей степени первые исследования и первые примеры использования компьютера были связаны с вычислениями. Но в какой-то момент термина и, собственно, вычислений становится недостаточно. Мы выходим за пределы вычислений, мы уходим в обработку источников, в обработку данных, информации самого разного типа, и текстовых, числовых, аудиовизуальных и других видов источников, и поэтому термин становится узок. Поэтому в какой-то момент вместо Humanities Computing мы начинаем говорить Digital Humanities. Для лучшего понимания того, что такое Digital Humanities, я приведу ставшую классической карту. Эта карта появилась в 2002 году, ее авторы Маккарти и Шорт, и в ее названии, в ее оригинальном названии, на самом деле, нет слова Digital Humanities, а есть как раз тот самый Humanities Computing. Но, тем не менее, эта карта очень хорошо показывает логику того, как формируется Digital Humanities и того, что в него входит. В нижней части карты приведены различные направления. Это все гуманитарные направления, с одной стороны, и Computer Science, с другой стороны, которые становятся методологическими основаниями для развития Digital Humanities. Далее все эти направления применяются к различным типам информации, к различным типам данных. И в центральной части схемы мы видим тексты, числа, музыку, графические источники и другие типы данных. Ну, а потом все это, смешавшись, все это знание и все эти методы дальше начинают использоваться в самых разных областях гуманитарного знания, например, в исторических исследованиях. Таким образом, Digital Humanities, по своей сути, очень междисциплинарное направление. В него входит органично, входят самые разные гуманитарные науки. Таким образом, Digital Humanities очень междисциплинарное по своей сути направление, и в него органично входят самые разные гуманитарные науки и применение информационных технологий в этих областях. Для Digital Humanities есть еще один удачный термин, для того, чтобы его определить. Это зонтик, зонтичный бренд, как говорят в маркетинге, или зонтичное понятие. И действительно, Digital Humanities становится зонтиком для компьютерной лингвистики, для исторической информатики или цифровой истории, и для использования информационных технологий в самых разных направлениях гуманитарного знания. Но важно понимать, что Digital Humanities не просто объединяет под одним зонтиком эти направления, существовавшие с середины XX века, но вносит какие-то свои общие вещи. У гуманитарных наук есть общие методологические вещи, и эти общие вещи переходят дальше и в Digital Humanities. И вот это объединение, которое произошло в начале 2000-х годов, становится импульсом к развитию отрасли в целом. В 2010 году появляется манифест Digital Humanities. Этот манифест был переведен на множество языков, в том числе на русский язык. Сейчас вы видите на экране несколько цитат из этого манифеста, но я рекомендую вам обратиться к нему целиком. О том, что направление состоялось, говорит и некоторая его институционализация. Существует на сегодня несколько отраслевых ассоциаций национального и международного уровня. Это альянс, существует альянс ассоциаций Digital Humanities, но и существует европейская ассоциация и российская ассоциация Digital Humanities. Ну и наконец, помимо существования профильных ассоциаций, помимо открытия профильных журналов и конференций специализированных в области Digital Humanities, в последние годы активно открываются образовательные программы по Digital Humanities или по отдельным направлениям внутри Digital Humanities. Таких программ магистрского уровня существует несколько в России, в том числе в Высшей школе экономики, в Московском и Фермском кампусе. И такие программы очень активно открываются в последние годы в Европе, США, Канаде и Австралии. Это было краткое введение в то, что такое Digital Humanities и как оно развивалось в последние 15 лет. А сейчас мы перейдем ко второй части нашей лекции и поговорим о культурном наследии в цифре, об оцифровке историко-культурного наследия, о том, зачем это нужно. Наше общество время от времени очень ярко вспоминает о том, почему очень важно оцифровывать исторические источники и в самом разном виде оцифровывать объекты культурного наследия. Ярким примером здесь была история прошлого года, когда произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. И кто следил за новостной повесткой в то время, наверное, помнит заголовки о том, что в восстановлении собора будет использоваться компьютерная игра и существующая 3D, очень подробная 3D-реконструкция собора. И это был такой очень яркий момент, когда о важности оцифровки историко-культурного наследия заговорили буквально все. К сожалению, об этой важности мы вспоминаем очень часто именно в связи с печальными событиями, с пожарами, не только такими громкими, как пожар в соборе Парижской Богоматери, но и с пожарами музеев, библиотек, которые тоже, к сожалению, встречаются. И в этом случае, если фонды не были оцифрованы, то эти фонды становятся навсегда утраченными. Сейчас мы с вами в такое интересное время живем и записываем эту лекцию, когда большинство из нас находится в режиме самоизоляции. И для многих исследователей в гуманитарных областях, для многих историков, например, это тоже оказался моментом, когда пришлось осознать значимость оцифровки. Чтобы сейчас проводить исследования, мы можем это делать только на основе тех цифровых версий исторических источников, которые мы сами создали, или на основе тех версий, которые мы можем найти в доступе в интернете. Создание цифровых каталогов, создание цифровых хранилищ исторических источников, текстов, историко-культурного наследия практически с самого начала было тоже одним из задач развития использования информационных технологий, использования компьютеров в гуманитарных областях. И примеры создания таких ресурсов есть уже в конце 60-х годов. В 70-е годы начинают появляться первые электронные библиотеки. Например, проект Гутенберг, это 71-й год, проект существует до сих пор, и содержит около 60 тысяч на сегодня книг оцифрованных, свободных, доступных для всех желающих. В 90-е годы, когда появляется интернет, таких проектов становится все больше и больше, и в частности появляется первая российская электронная библиотека, это библиотека Машкова, которая также действует до сих пор. А позже в этот процесс включаются такие более серьезные игроки отрасли, и с 2005 года стартует проект Google Books, который на сегодня содержит около 10 миллионов книг. Чтобы создать это хранилище, в начале 2000-х годов вместе с Google объединяются несколько крупнейших библиотек, и дальше к ним присоединяются еще все большее количество библиотек. В отличие от проекта Гутенберга и некоторых других электронных библиотек, Google Books не дает доступ ко всему тексту произведений, в том случае, если на произведения действуют авторские права. Тем не менее, вы можете искать по всей библиотеке, искать по конкретной книге, и тексты книг открыты для такого поиска, что становится очень удобным и для исследователей, и для обычных людей. Еще один пример крупный, наверное, самый крупный на сегодня, это проект Европеана. Он стартует в 2008 году. Это проект Европейской комиссии. И в отличие от предыдущих примеров, здесь мы видим не только книги, здесь более широко представлено культурное наследие, здесь есть фотографии, здесь есть графика и самые разные другие объекты. Суммарно сегодня этот проект объединяет более 60 миллионов единиц историко-культурного наследия, представленных в цифровом виде. Важно заметить, что несмотря на такие глобальные проекты оцифровки и на глобальные порталы, где хранятся оцифрованные историко-культурные наследия, тем не менее, существуют и играют большую роль локальные проекты по оцифровке. В частности, я бы хотела привести пример проекта с Пермской губернской периодикой. Это проект, который делала наша команда во главе с профессором Сергеем Ивановичем Корниенко. И этот проект объединяет 12 региональных газет, которые оцифрованы и доступны всем желающим. Для исследователей, в том числе для исследователей региональной истории, такого рода проекты очень важны, и такого рода инициативы очень важны. Еще один момент, о котором я хотела сказать, это то, что, собственно, оцифровка бывает очень разной. И когда вы просто фотографируете некоторый объект в архиве, например, или где-то еще, или в музее, вы, по сути, тоже делаете некоторую его цифровую копию. Но в большинстве случаев такой простой цифровой копии, простой фотографии будет недостаточно. Например, если вы имеете дело с текстовыми источниками, как пример, приведенный на слайде, это повесть временных лет, вы сфотографировали страницу этого источника, что с ним делать дальше? То есть его можно передать, его можно опубликовать в интернете, но вы не можете использовать возможности компьютера, возможности современных технологий для обработки этого текста. И вам требуется следующий этап, это этап распознавания. И вот если распознавание современных текстов это достаточно простой процесс, то распознавание старых источников, рукописных источников, это до сих пор нетривиальная задача. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как выглядит текст фрагмента «Повесть временных лет». Мы можем его прочитать, мы можем проводить поиск каких-то слов в этом тексте, но мы можем сделать и следующий этап. Если мы присмотримся, то увидим, что здесь входит упоминание нескольких географических названий. И в наш документ мы можем добавить так называемой семантической разметки. Семантическая разметка это такой второй слой документа, помимо собственно текста документа вы включаете в него некоторую вспомогательную информацию, например, информацию о географических названиях. И здесь мы видим, что с помощью специального тега «place name» выделено вхождение города Новгород внутри этого текста. И вот такая семантическая разметка дает нам новые возможности для работы с этими документами, гораздо более серьезные возможности, чем если бы мы имели дело просто с фотографией или чем даже с простым текстом такого рода источников. И заканчивая этот блок, я бы хотела сказать о разнице между просто цифровой версией и машиночитаемым документом. Просто цифровая копия предназначена скорее для чтения и для использования его человека. Вы можете его прочитать глазами и дальше анализировать традиционными методами, методами, которые вы использовали до этого. Существует формат представления документов, формата представления источников, которые будут одновременно понятны и для компьютера, для машинной обработки, и для восприятия человеком. Ну и, наконец, существуют форматы, которые не очень удобно читать человеку, но, тем не менее, эти форматы дают нам значительно больше возможностей для того, чтобы автоматизированно их обрабатывать и получать на основе такого рода форматов новое знание, ставить новые задачи, и получать новое знание, которое было бы проблематично получить другими методами. И здесь я как раз хотела бы перейти к третьей части нашей лекции о том, какие возможности дает Digital Humanities, какие новые задачи позволяет ставить и как даже дает нам возможность по-новому посмотреть на гуманитарные науки и гуманитарные источники. Давайте мы начнем с двух исторических примеров в области Digital Humanities. Первый из них – это классический пример, который приводится практически всегда, когда мы начинаем рассказывать про Digital Humanities. Это пример из 1949 года. То есть можно оценить, в какой момент гуманитарии начинают использовать компьютеры. Практически сразу, как компьютеры только появляются. Пример этот связан с именем Роберто Бусси. Это человек, который считается первым компьютерным лингвистом, человек, который являлся одновременно с священником и занимался трудами Фома Эквинского. И в 1949 году, когда появляются компьютеры, компьютеры IBM в частности, Роберто Бусси решает, а почему бы не использовать компьютеры IBM для того, чтобы составить полный указатель к трудам Фома Эквинского. И с этим неординарным предложением Роберто Бусси едет к президенту компании IBM, Томасу Уотсину, уговаривает его. Томас Уотсин соглашается. И следующие 30 лет команда под руководством Роберто Бусси делает этот проект. Это очень интересный пример того, как первые пионеры в этой области широко смотрели на мир и как далеко они видели. В 70-е годы выходит издание более 50 томов в печатном виде. В 80-е годы этот проект выходит на CD-ROM. И, наконец, в 2000-е годы проект получает интернет-версию. Эта интернет-версия существует и используется до сих пор. Более того, она развивается, новые задачи ставятся. И, ну, в частности, на занятиях мы со студентами используем этот продукт. И вы тоже можете посмотреть его, попробовать вводить в поисковую строчку разные слова и смотреть, где в трудах Фома Аквинского это слово встречается. Еще один классический пример, теперь уже не из лингвистики, а из истории. И это пример Роберта Фогеля в 60-е годы. Новая экономическая история или клеометрика, в которую можно, например, отнести. Роберт Фогель в 60-е годы ставит тоже достаточно такую дерзкую, амбициозную задачу проверки гипотезы о том, что именно железные дороги стали импульсом к развитию экономики в США. Эта гипотеза казалась, даже не гипотезой, а вполне очевидным и логичным фактом, потому что железные дороги способствуют развитию торговли, способствуют развитию тяжелой промышленности, чтобы их строить, и целому ряду других отраслей промышленности и отраслей экономики. Поэтому было общее мнение, что именно железные дороги стали импульсом к развитию экономики. Роберт Фогель делает контрфактическую модель, сослагательное наклонение. А что было бы, если бы железных дорог не было в экономике США? А были бы, например, какие-то другие способы перемещения, например, водные пути, реки и водные каналы. И очень детально, шаг за шагом, Роберт Фогель строит эту модель, наносит возможные каналы на карту. Вот здесь вы можете видеть фрагмент этой карты, и рассчитывает, сколько бы стоили перевозки в этом случае на близкие расстояния, на далекие расстояния. И получает очень интересный вывод. Оказывается, что экономика США, даже если бы в ней не было железных дорог, развивалась бы точно такими же темпами. ВВП бы рос точно с такой же скоростью. Этот вывод очень неоднозначно встретил отношения со стороны историков, его начали активно перепроверять. И эти перепроверки показали, что, в общем, да, Роберт Фогель оказался прав. И его модель действительно показывает, что не будет железных дорог, экономика США развивалась бы точно такими же темпами, благодаря каким-то другим способам перемещения и перевозки грузов. Что дает нам этот пример? Он дает нам несколько интересных выводов. Вообще исследование у Фогеля становится основой нового направления, новой экономической истории. Эти исследования доказывают, что история может быть доказательной, что знание, полученное в гуманитарных науках, в частности в истории, может быть верифицируемо. Эти исследования доказывают, что математические методы оправданы, что математические методы могут являться новой доказательной основой для получения исторического знания, для объяснения исторического знания. Здесь важно отметить, что за свои исследования в 1993 году Роберт Фогель получает Нобелевскую премию. Это тоже очень интересный пример того, что историкам иногда дают Нобелевские премии, правда, Нобелевские премии по экономике. Двигаемся дальше, и это уже современный пример. Пример, с одной стороны, использования Big Data. У историков тоже Big Data есть, у гуманитариев есть Big Data. Они немножко отличаются от того, какие большие данные есть в других областях, но тем не менее. Это пример оцифровки переписей, и здесь суммарно 180 миллионов записей из переписных листов. И вы можете видеть, как выглядели эти переписные листы. Они оцифрованы, на их основе созданы базы данных. Это переписи Великобритании с 1851 по 1911 год. Это информация о всех жителях за этот период, информация о их работе, о их семье, о доходах и другие данные. Совершенно невероятный объем информации с огромным количеством данных о домовладениях и о конкретных людях. И этот проект становится основой для множества других проектов, в частности для проекта Population Past, где любой желающий может зайти, введя в форму поиска нужные ему условия, получить данные, посмотреть, как эти данные визуализируются на картах, сравнить те или иные демографические показатели, те или иные демографические характеристики в разные периоды. Например, смертность детскую или смертность вообще, продолжительность жизни, посмотреть, как это было в разных регионах или как это было в разные периоды. У этого же проекта есть материалы, например, для учителей, для прямо готовой методической разработки для разных возрастов. И на основе этой огромнейшей базы данных сделана целая серия исследований по демографической истории. Пример, который мы сейчас посмотрели, можно, то есть пример использования больших данных, можно отнести условно к новой оптике. То есть цифра, компьютер дает нам возможность новой оптики, нового взгляда на гуманитарные данные. И этот новый взгляд можно применять к источникам разного типа. Это могут быть источники числовой информации, это могут быть тексты, это могут быть исторические события. И интересным здесь является выход книги «Дальнее чтение», «Distant Reading» Франко Моретти. В 2016 году эта книга была переведена на русский язык. И это некое утверждение, некая институционализация подхода дальнего чтения. В отличие от близкого чтения или в отличие от пристального чтения, которое является более привычным для представителей гуманитарных областей. Мы читаем медленно, мы вчитываемся в детали, и это очень важно. Но это не дает нам возможности обозревать сразу огромное количество, десятки, сотни или тысячи литературных произведений или исторических источников в той области, с которой мы работаем. Дальнее чтение, этот подход, когда мы как бы отдаляемся и смотрим на огромный массив текстов, как на единый массив, объективными методами, позволяет нам ставить новые задачи. Он позволяет вообще нам уйти от канона. То есть мы теперь работаем не с каноном, например, литературных произведений, которые дошли до нас в каком-то отфильтрованном виде, или с каноном исторических источников, которые опять же дошли до нас в отфильтрованном виде. Мы можем смотреть более широко, мы можем смотреть на весь массив того, что создано, того, что имеется в этой области. И здесь большое значение имеют корпусные исследования, если говорить про тексты, и самые разные корпуса текстов, и в частности национальные корпуса. Здесь я хотела привести пример национального корпуса русского языка. Это огромное количество текстов, 600 миллионов словопотреблений. И этот корпус может использоваться лингвистами, может использоваться историками и представителями других гуманитарных областей, в общем-то и всеми желающими. Это проект открытый. В частности, вы можете посмотреть то, как на слайде приведен у меня пример того, как использовалось слово «поезд». Я вбиваю в поисковую строку слово «поезд» и смотрю, получаю список всех текстов в этом корпусе, где это слово использовано. Дальше это можно визуализировать. И можно много чего интересного сделать. Я здесь привела лишь пример с одной визуализацией, уже на основе которой видно, когда это слово появилось, когда оно достигает своего использования, а потом уходит на нет. И это интересный пример того, как не прочитав огромное количество документов, а посмотрев просто так distant reading, издалека посмотрев на корпус существующих текстов на русском языке, можно уже получить достаточно интересные выводы. Национальные корпуса существуют, конечно, не только для русского языка. Их множество существует. Все они доступны в интернете. И можно такие разные эксперименты проводить, вводя те или иные слова. Но я еще раз повторюсь, что национальные корпуса — это очень серьезный инструмент и очень серьезный источник для серьезных лингвистических и других гуманитарных исследований. Этот взгляд дальнего чтения можно применять не только к текстам. Издалека можно смотреть на самые разные массивы. Например, на массивы изображений. И пример, который вы видите сейчас, — это исследование десятков тысяч картин, которые компьютер пытается категоризировать, классифицировать по различным основаниям. И какие-то кластеры составить. И интересно потом посмотреть, что кластеры, полученные компьютером, в общем-то совпадают с классификацией, которая принята у историков искусства в отношении этих произведений. Надо сказать, что цифровая история искусства в последние годы очень активно развивается. И здесь действительно появляются новые интересные примеры, яркие примеры. Например, представьте, что вы сразу на основе десятков тысяч картин можете выбрать все картины, на которых все люди находятся в одной позе. На которых, во-первых, есть люди, а во-вторых, они находятся в одной позе. С поднятой рукой или с запрокинтой головой, или с каким-то образом наклоненным или в какую-то сторону повернутым телом. И современные программы, современные исследования позволяют это делать. И вот пример здесь — это проект «Атлас жестов», который как раз визуализирует... Тут у меня на слайде видно, как люди в одних и тех же позах выбраны из огромного количества произведений разных стилей, цветных, черно-белых, выполненных в разных способах. И это примеры, которые... Это достаточно свежее исследование. И это задачи, которые невозможно было ставить еще даже, наверное, 10 лет назад. Ну и последний пример в этой серии. Да, я повторюсь, что примеров огромное множество. Я выбрала лишь только несколько из них. И последний пример — это пример того, как множество разных событий могут объединяться в одной базе данных. Это проект «Биохроника» Петра Великого. Его автор — профессор Евгений Викторович Анисимов из Санкт-Петербурга. И здесь за всю жизнь Петра I собраны документы, которые систематизированы по датам, по местам, по участникам этих событий. И с помощью поисковой формы вы можете выбрать интересующие вас даты, места, кто участвовал в тех или иных событиях, и посмотреть. То есть все это снабжено, естественно, ссылками и отсылками к историческим источникам. То есть это огромнейшая база данных. Она может использоваться исследователями этого периода, исследователями Петра, исследователями истории Санкт-Петербурга, для того, чтобы в дальнейшем просто выбирать нужное и дальше копать в ту или иную сторону. Те примеры, которые я сейчас приводила, это примеры цифровой оптики. Новой цифровой оптики, которую можно использовать в исследованиях гуманитарных. Почему это новая цифровая оптика? Это попытка соединения микровзгляда и макровзгляда, микроистории и макроистории, если говорить про историю. Есть даже такой термин «макроскоп». И вот здесь как раз вы видите книгу, где этот термин, и несколько цитат из книги, где этот термин активно вводится. И такой новый взгляд. То есть соединение телескопа и микроскопа. Мы можем смотреть очень широко, сразу на события за множество лет или даже веков, или на художественные произведения за большой период. Но это не значит, что мы теряем какие-то детали, потому что мы здесь же можем телескоп использовать вместе с микроскопом. То есть все сохранено в этой базе данных, и мы можем перейти к конкретному источнику, к конкретному событию и более глубоко изучать уже этот источник или это событие. Книга «Исторический макроскоп» интересна еще и тем, как сегодня публикуются исторические книги. В частности, есть отдельный специальный сайт для этой книги, где доступны ее правки. Такая живая книга получается, и где доступны для скачивания датасеты, которые в книге использованы. И любой из вас может эти датасеты скачать и поработать с ними самостоятельно. О соединении микро и макро, в частности в исторических исследованиях, пишут и в 2014 году в историческом манифесте. Он появился в Кембридже. И я рекомендую вам к нему обратиться, чтобы посмотреть, почитать о том, какие новые возможности, новые задачи, новая цифровая оптика дает исследователям. Таким образом, мы посмотрели с вами несколько примеров того, как Digital Humanities, цифровая гуманитаристика и цифровые методы в гуманитарных науках, которые дают нам возможность по-новому посмотреть на гуманитарные данные, на гуманитарную информацию, дают возможность ставить новые задачи, дают возможности нового уровня доступа к тем или иным источникам. И многие из этих вещей можно делать, не выходя из дома, потому что все, что вам нужно, это оцифрованные коллекции тех объектов, с которыми вы работаете, и программы на вашем компьютере. Многие из этих программ, да, еще одна особенность современного этапа развития технологий, это то, что многие из этих программ доступны в виде сервисов. Вам не нужно даже ничего устанавливать, вы можете просто зайти на тот или иной сайт, загрузить свои данные и получить какую-то новую информацию. Вместе с тем, я хотела бы сказать, что неправильно было бы делать вывод, что Digital Humanities это очень просто. И здесь я хотела бы закончить статой Эйвинда Ойда из Европейской ассоциации Digital Humanities о том, что мы делаем Digital Humanities не потому, что это просто, мы делаем это потому, что это сложно. Я буду рада, если вы присоединитесь к Digital Humanities и попробуете его методы в своих исследованиях. Субтитры создавал DimaTorzok